Неизвестный молодой человек с подозрительной сумкой пытается пройти в здание гимназии. Первое препятствие – охранник на входе. Мужчина пытается скрыться, но тревожная кнопка нажата. Неподалеку от школы нарушителя задерживают сотрудники управления вневедомственной охраны. Прохожие в недоумении, но волноваться не о чем. Так проходит учение Росгвардии. Отрабатывают действия при возможной террористической угрозе. В школе условный террорист успел оставить сумку. На вахте подозрительная сумка красного цвета. Оставил неизвестный гражданин, вышел из гимназии. Блокируйте, вызываю стоп. Принял. Людей из здания эвакуируют и в дело вступают спецподразделения Росгвардии. В считанные минуты на месте группы разминирования четвероногий сотрудник с величественной кличкой «Король Солнца» свое дело знает. Собака показывает – в сумке взрывчатое вещество. Далее с подозрительным багажом будут работать саперы и взрывотехники. В зависимости от ситуации, то есть оценивается, что это за объект, то есть это какой-то реальный боеприпас, состоящий на вооружении или какая-то самоделка. В дальнейшем уже специалисты взрывотехники принимают решение либо уничтожать на месте, либо там применяются специальные средства разминирования. Сотрудники вневедомственной охраны и спецподразделения Росгвардии сработали оперативно и слаженно. Все действия просчитаны до секунды. Такие учения в школах проводят перед началом каждого учебного года. Под защитой управления вневедомственной охраны около 350 школ Самарской области. Остальные охраняют частные предприятия, которые тоже работают во взаимодействии с Росгвардией. Обеспечена охрана полностью. Вы видели, у нас есть тревожная кнопка. У нас расставлены камеры вай-фаевские по всей территории гимназии. В реальной жизни так же быстро и в полной готовности спецподразделения приезжают и по ложным телефонным звонкам о заминировании школ. И шутка ребенка затем грозит серьезным штрафом для родителей. Обратиться и к родителям. Скоро у нас в рамках антистеристической защищенности объектов образования и жизнеобеспечения начинается учебный год. Колоссальные службы, время и средства выходят на какие-то непонятные звонки. Я прошу очередной раз обратиться к своим детям, дабы не допускать таких шалостей. В этот раз на учениях отработали две вводные задержания нарушителя и работу по выявлению и обезвреживанию взрывчатых веществ. Даже в учебных условиях не возникло ни одной заминки и промаха.